здравствуйте дорогие мои зрители добро пожаловать на канал моника шпильд и в мой обзор нового обновления которое добавили нам недавно разработчики я сейчас играю в одиночке на карте центр я хочу показать вам новый биом который добавили на эту карту хочу показать возможно новых животных это древняя чайка и аллазавр такой страшный если я его найду конечно мы с вами в этой серии также попробуем порыбачить садитесь поудобнее берите вкусняшки я думаю что обзор будет достаточно длинным потому что очень много чего добавили еще мне понравилось ребятки что нам добавили еще какие-то горы вдалеке и получается что карта как бы закончена раньше она вот обрубалась вот этими водопадами с двух сторон просто обрубалась и все дальше было как бы ничто и было как-то страшновато немножко выглядело а сейчас выглядит карта более обжитой познакомьтесь с моим летунчиком очень классный птеранодон я у нас нашла совершенно случайно когда облетала карты на другом птеранодоне он там где-то в лесу остался его не стала собой взвать потому что он просто мешается и из-за него нормально не удалось полетать поэтому я в этом оставила с ним ничего не случится он воздухе висит его не убьют ничего с ним не будет теперь этот водопад у нас не конец карты ребят как вы понимаете какая-то вот часть середины может быть ближе к середине и это очень круто это очень круто потому что водопады на центре это его определяющая часть как и на умасуре тоже мы сейчас с вами ребятки полетим справа налево он спалнился только что там мамонт и я вам покажу карту то что добавили с этой стороны начинаем вот потому что я хотела бы показать вам середины но это будет как-то нелогично наверное вот добавили вот здесь переход потому что его раньше не было это очень классно и сейчас я вам кстати ребятки покажу карту как она выглядит в руке обычная сама карта животные как я вижу здесь с севера так и давайте мы при перейдем солнечное место и вот так вот изменилась ребятки у нас карта вот я нажму на tab чтобы у меня мышка появилась нам добавили вот здесь вот новый давайте может быть мне удастся спуститься с птера чтобы вам нормально показать а то птер у меня шевелится и как-то не то дрожит нам добавили вот здесь вот новый биом красные леса которые нам пришли еще достаточно давно так уже на обычную карту я все мечтала чтобы они вот на центре появились и наконец-то они здесь ребятки очень круто и карта выглядит немножечко по-другому я думаю что намного лучше она стала выглядеть давай летим дальше и покажем ребятам что еще здесь новенького так я вижу что здесь того пространство как будто бы облака но я думаю что это просто декоративные горы вот я туда лететь не буду я думаю потому что видите там ничего нет между ними они просто для законченности изображения и слышите сразу птички запели это начинается ребятки красные леса как раз вот эти птички и так далее это определяющие определяющие настроение леса звуки ухты такой обрыв сразу смотрите можно на подъеме там базу построить можно здесь базу построить ребят столько мест столько офигенных мест это просто красота эти ужасные птицы везде терроризирует всех такие они жесткие вообще это кошмар особенно для начинающих подойдут так сзади и и сидят даже не спросят как тебя зовут так тут у нас животные я вижу также с болотных биомов как например этот пара циротерий ничего не здесь делать я не знаю ребятки это у нас горилла ходит здесь давайте мы посмотрим с этой стороны что еще у нас есть водопад падает смотрите с горы сверху очень классно выглядит такая атмосфера леса сразу мне кажется здесь лес намного круче выглядят чем на обычной карте даже мы сейчас с вами полетим на самый самый верх я хочу показать вам так давайте показать хочу вам хотела показать что такое подождите карта наверное еще не доработана меня не пускает наверх я хотела вам показать новые поселения я видела в трейлере там в этих поселениях вон домики видны можно вызвать босса как я понимаю вот и там могу огромная горилла была видна которая кидалась камнями на всех которые в трейлере были и видимо нам наверх никак не добраться до вон город голова гориллы это новая арена для босса будет очень конечно эпично когда это все откроется и там еще одна статуя гориллы да к сожалению пока нам туда оказывается наверх не добраться хотел вам показать жалко конечно ну ладно значит увидим в следующих сериях когда они все это откроют я сделаю еще подробнее обзор того что есть у нас наверху ребята здесь у нас тоже очень красиво всякие переходы всякие нависные нависают скалы ребят я очень в таком восторге это ау это просто как же здесь круто а ребята смотрите река ничего себе обожаю реки в на центре они по моему самые такие обожаю реки на центре ребята они так вообще тоже атмосферу создают и кстати в трейлере я увидела вот эти цветочки такие как красные классные цветочки маленькие давайте полетим дальше посмотрим где эта река у нас начинается наверное из-под земли да скорее всего с гор течет вообще водопады здесь очень красивые хотя узенькие но ничего так дальше у нас что ребятки давайте полетим посмотрим вау это новая пещера да 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 нам кстати добавили новые пещеры нас на центре одну или несколько я даже не знаю ребятки честно говоря смотрите какой крутяк я с вами смотрю здесь в первый раз ребята то есть вообще здесь первый раз смотрите что там на стене обалдеть древние люди оставили отпечатки своих рук типа не знаю в память другим кто это увидит правда не знаешь что сие послание означает может быть типа привет они руками так сделали ух ты какой крутяк какой крутяк ребятки и тут такое же послание привет привет люди из прошлого и и здесь также ничего себе интересно откуда мы теперь вылетим на другую сторону острова наверное да и классно смотрите сразу из пещеры вылетел и можно пролететь сквозь дерево поваленное очень круто ребята я не знаю откуда мы или вылетели потому что здесь такая же река пещера вроде бы была прямая вот но я могу ошибаться и может быть пещера заворачивает по моему она же заворачивает потому что мы вылетели вроде на то же самое место так что у нас тут еще можно углядеть ну это птицы ужасно опять везде кстати мы в этой серии постараемся приручить новую новую древнюю чайку которая называется пила горнис да сразу то не запомнишь это надо долго играть и потом запоминать именно животных и динозавров которые добавили потому что сразу сходу очень сложно запомнить все сразу как вы знаете а так немножечко полетал посмотрел и вроде бы нормально если мы сквозь водопад пролетим я сптера упаду интересно или нет нет я сптера не падаю почему-то этот водопад какой-то не настоящий офигеть посмотрите еще какие-то переходы здесь ребятки тоже можно наверное построить базу тоже будет очень красиво смотрите какая красота но здесь самого начала самого нуля очень сложно потому что пока ты доберешься до этого места тебя тысячу раз сожрут вообще эти ужасные птицы например вообще не оставят и место свободного на тебе мой сразу сразу идут такие мнения мы вам не дадимся тем не не очень нравится то что животные с обрыва падают если вы захотите внизу построиться то все опасные животные будут падать просто на вашу базу будут вам возможно мешать жить вообще это у нас вроде бы мы какое-то такое ощущение что мы все видели с одной стороны все такое новое с другой стороны немножечко повторяется вот но выглядит очень эпично ребята мне очень нравится красный лес здесь я очень хочу начать здесь нормальное выживание самого нуля самого начала что вы посмотрели как я буду выживать это у нас пещерка или это просто перелет просто ага понятно я думала пещерка во все пещерки залезем какие только можно какие только увидим дали тончик что там еще еще одна река ничего себе сколько рек тут питают океан наш вечный океан даже иногда хочется не по ребятки немножко помолчать послушать этот лес на очень эпично это у нас здесь что мне показалось что сюда можно влететь и куда-то долететь ну ладно нельзя так нельзя рок тиранодона немножко мешает конечно верно обзору но это на данный момент для меня самое быстрое средство передвижения кицаль очень огромный вот у него тоже хохолок есть кстати и башка выдается вперед и он постоянно что-то кричит вот колокочет о своем и это меш мешает немножко мне говорить вот и аргентавис медленный медленный он достаточно поэтому для меня аптер самый оптимальный вариант пока для полетов смотрите как круто здесь тоже можно кстати построить базу то на воде офигеть ребята смотрите какой вообще вид как же это все эпично как же это все красиво разработчикам огромное спасибо кстати они добавили еще один мод который называется примитив плюс там он говорит за себя название убрали все оружие как я поняла но он у меня в одиночке не работает ребята я бы с удовольствием показала тоже обзор на этот мод который стал официальным дополнением но я не могу потому что он у меня просто не работает я зашла на сервер один где этот мод работает и я там его хотя бы посмотрела в чем он заключается вот тоже мод очень мне понравился потому что я думаю что арк как бы мир динозавров и все прочее и здесь выживший который сюда попал не каждый умеет делать пушки оружие и так далее вот я например женщина да я сюда попала в этот мир меня закинули там в ходе эксперимента или вряд ли я сама бы вызвалась сюда либо это сюда закидывает людей которые может быть совершили типа преступления и они тут как бы отрабатывают эти преступления делая всякие эксперименты ставя над собой выживут они в этом мире или нет вот можно и такую историю сюжет типа придумать фантазии то у нас бесконечная вот и я например попала сюда совершенно случайно и я не знаю вообще как мне сделать какой-то пулемет там или гранатомет и конечно очень круто что можно вот так вести мод и поиграть здесь просто просто примитивно чисто примитивные орудия труда и так далее будет очень конечно реалистично и очень классно мы с вами долетели видимо до конца я так думаю облетели почти все смотрите как круто рядом с башкой этого огненного человека или башка дракона я не знаю как ее назвать так весьма неожиданно мы долетели до края я даже немножко испугался ребят так неожиданно мы туда вклинились и тут у нас все осталось на своих местах я сначала думала что расширили даже зимний биом мне такое первое впечатление было от того что я увидела эти снежные шапки но с другой стороны когда я взглянула на них я поняла что это просто видимо декорация для законченности вида карты смотрите везде тоже водопады к сожалению я не могу вам показать вверх но мы это на это посмотрим обязательно в будущем когда они откроют это доступ туда наверх потому что смотрите вот там вот наверху домики вот и эти домики не знаю обжилые они обжитые они или просто декорация тоже я не знаю ребята например на карте у масура в заброшенном замке если его немножечко достроить там принципе можно жить я думаю выгнать оттуда всех этих страшных летучих мышей пауков и так далее и жить там да почему бы и нет и что еще мы можем здесь рассмотреть очень мне нравится этот новый биом ребятки очень нравится на обычной карте там как-то вот островком сделано овальным вот а здесь прям раскидана прям с пещерами и вообще с новиночками какие-то новые даже сооружения новые новые всякие предметы виде вот на вишах гор корней оттуда из искал классно же выглядит ребята я очень рада этому новому обновлению очень рада и новой карте новому новой части карты и хочется здесь поиграть очень но я пока не выбрала на каком месте я бы построила базу потому что везде так достаточно опасно а для того чтобы сделать основание для дерева чтобы жить на дереве для этого нужно достаточно хорошо развиться потому что очень много ресурсов нужных даже вот на деревянную на деревянное основание не на каменное но и не нам металлическое не на по моему каменное тоже есть просто на деревянное даже основание нужно очень много ресурсов прям мега много и прям с ума сойти так мы с вами облетаем сейчас карту новый биомчик с внешней стороны вот мы там внутри уже вроде бы побыли и пещера меня как-то не особо впечатлило я думала она такая будет глубокая большая и может быть там будут паучки нужно не не заспавнились ребята потому что я зашла в игру недавно буквально может быть они там еще не появились а может быть я не нашла ту пещеру где опасно и где нужно добывать артефакт вот я это эту возможность тоже не исключаю все мы вроде бы облетели почти всю карт почти все весь биомчик и так думаю да вот наверху у нас видите еще может быть как-то удастся немножечко хотя бы подлететь туда и вам показать было бы очень круто и я скачала птеру своему скорость поиграла днем полетала с ним прокачала его чтобы нам с вами было быстренько возможность ой опять и чтобы у нас была возможность быстренько облететь карту и не терять ваше и мое время вот я смотреть как бы все смотрите как круто да там выйдет новая босс арена офигенно выглядит новый биомчик обалдеть ну давайте приземлимся куда-нибудь и я вам покажу новые инграммы смотрите как классно лучи солнца пробиваются через деревья и прям воду падают там где плоду как кто-то бедного зашип пришиб и что-то не стал кушать видимо жестокий мир конечно это жесть без сильных помощников не обойтись очень классный вид очень классный новый биом я очень этому рада теперь идем в наши инграммы и посмотрим что же нам нового добавили я тут начала играть вот буквально недавно и особо ничего не учила но давайте найдем что нам добавили все-таки появилась удочка это очень круто в качестве наживки у нас служит кровь пиявки и как я поняла древесный сок мы позавчера с ларисой пытались выловить хоть какую-то рыбу потому что нам стало интересно вылавливается ли она мясом или рыбой я этого еще не видела поэтому мне это хочется испробовать нам не удалось это сделать физически потому что сервер должен был обновиться и мы бегом побежали на базу появились круговые лестницы из дерева из камня и из металла это прям моя мечта ребятки я обожаю строить я обожаю придумывать всякие формы дома и вот такая вот круговая лестница это очень супер классная вообще при классный предмет который очень поможет строительстве почему я заключила что у меня примитив плюс не работает потому что как вы видите здесь осталось оружие она по идее должно исчезнуть в этом моде также нам добавили индустриальный гриндер я думаю что это просто огромная ступка но я ее еще не испробовала поэтому я точно не знаю игра мы новые я вам ребятки показала и тут мы с вами видим эту древнюю чайку посмотрите какая красота и этот чайка может летать как в воздухе так плавать так и плавать в воде посмотрите пока я ей мне бы не упасть воду пока так мне нужно отдалиться наверное чтобы увидеть да смотрите она может и плавать и летать это просто очень круто но мы с ларисой приручили одну одного такого но вдвоем было намного легче удалось волосом его связать чтобы он у нас упал как бы на землю и потом пришлось усыпить вот и приручить его рыбой он мясо совершенно не ел никак не воспринимает мясо только рыбу и приручается только рыбой поэтому в этом плане нужно подготовиться у меня пока рыбой с собой нет вот может быть я попробую приручить его с помощью кода вот потому что я здесь админ в одиночке чтобы быстрее вам показать и не тратить время на эти технические подробности я нырнула под воду взяла свой командный центр своему от командный центр для арка очень удобная штука кстати ребята вообще обожаю этот мод с него помощью можно добывать всякие предметы для постройки я в одиночке только и делаю что строю я здесь вообще не играю потому что мне скучно играть в одиночку хочется ну арк же командная игра все таки и хочется играть с друзьями они просто так так кто-то там кто-то на меня ребятки нападает так можно кстати вот приручили и она и мегалодончик может меня пока защитить в это время и от нажатием одной кнопки только я могу приручить любое животное за секунды буквально мне нужно будет водить код и смотреть на это животное бедное можно посмотреть кстати его левел сразу левел 20 например да смотрите вот давайте поищем какой-нибудь давай тебя тоже приручим чтобы ты мне не мешал снимать тут обзорчик вот и дождик пошел ребятки она у нас тоже 20 левела ну ладно не будем сильно напрягаться тогда приручим сразу ее и давайте попробуем на ней полетать потому что так как я приручила искусственным путем мне на него не нужно седло и кстати я заметила что на центре происходит вот такая вот фигня когда я в руках держу этот мод управление то к сожалению почему-то персонаж стоит на птере или вот на птичке тоже кстати мы не можем до вернуть мы можем просто и вот смотрите взлетает наша птичка очень круто ребятки видите как все обалдеть но конечно на сервере мы с вами почему нее не прогрузились текстура клюва почему-то не прогрузилась и очень странно такая странная такая чайка вот и когда мы садимся на воду вот можно плыть ты ничего не падаешь птички это очень круто прокачать ей вес и ой-ой-ой-ой прокачать ей вес и урон и она будет я думаю незаменима еще скорость вот и будет очень вообще круто мне кажется классно ну на сервере конечно мы будем приручать нормально как нужно и вы посмотрите там нормальные нормальные приручения я тут приручаю кодом просто для нашего с вами удобства и чтобы время не занималась не отнималась так и кстати еще мы можем этой птичкой ух ты молния какая вот что я люблю на карте центр это всякие молнии это очень круто выглядит мы можем охотиться на рыб то есть мы можем нырнуть ну типа нырнуть потому что прям воду нырнуть у нас не получится и можем охотиться на рыбку если мы ее увидим такие лапки классные вот и как только мы смотрим наверх птичка взлетает с поверхности воды классно получается но давайте попробуем поохотиться может быть например на мегалодона получится у нас да смотрите у нас получается поохотиться на мегалодона хотя мы можем маленьких птичек тоже поймать и мне очень нравится как это чайка курлычет очень мне нравится как она курлычет и еще вперед так развивается интересно очень классная вообще птичка может быть если она будет достаточно быстро летать я заменю как бы этой птичкой и птира на дона вот буду на этой птичке летать на чайке чем на птира на доне хотя птира на дом для меня незаменим ну-ка посмотрим на c ничего нет правой кнопкой мышки ничего нет хорошо значит она просто просто летает и больше ничего не делает и левой кнопкой мышки она на ловит рыбу и все больше ничего она делать не может ладненько оставим ее здесь тогда пересядем на нашего летунчика который очень быстро летает так ой подожди я присвистела тебя за за собой да ладно пусть летает с нами пока мне нужно сейчас найти какое-то место кстати так что ярко стало из-за дня до сколько сейчас время так сейчас я отключила так сколько время два часа дня уже я просто отключаю название чтобы вам не мешало смотреть чтобы вы смогли насладиться полностью красивой картинкой здесь мы можем где-то остановиться здесь например и давайте я построю мини причал ученом там наша чайка застряла наверное я построю мини причал если прокачал скорость поэтому это как тиранодона отлетаю когда мы садимся и давайте отсвести ну давай садись построим маленький причал и мы с вами попробуем порыбачить я прилетела к маленькому озерцу у этого двойного водопада мне показалось что здесь очень круто птички поют так атмосферненько и построила такой мини причал не не знаю будет здесь ловиться рыба потому что воды в воде рыбы совсем нет но мы с вами попытаемся хотя бы для удочки я уже собрала у меня уже было скажем так всех этих ресурсов а также я себе скрафтила кровь пиявки то есть я не стала сейчас бегать в болото потому что это еще дополнительно время которое у меня не особо сейчас есть так кровь пиявки насаживается вот так вот на нашу удочку мы ее взять в руки не сможем пока мы не сядем нам нужно сесть на стул и теперь можно вытащить удочку я сделала сейчас 14 часов дня чтобы было светло чтобы вам было все видно и мы сможем закинуть удочку вот таким образом нажимая на левую кнопку мышки я так подумала что чем дольше мы жмем на кнопку мышки чем тем дальше забрасывается наша наживка вот но я не знаю насколько моя догадка верна тут у нас не видно совсем никаких рыб и вряд ли может быть я что-то поймаю но просто сам азарт сам вид рыбалки наварк это что-то эпично это вообще что-то такое крутое такое необычное такое классное вообще персонаж такой сидит я не знаю грустный не грустный и задумчивый такой я не знаю ловись рыбка большая маленькая скушаем тебя на обед я еще видела в трейлере что разработчики те кто делали этот трейлер они вы выехали в океан на плоту и ловили на плоту то есть я не знаю обычно я лососей так далеко в океане не видела но возможно они там тоже возятся сейчас мы с вами посидим половим послушаем птичек на этом причале если мы никого не словим то сделаем теперь уж с вами плот тогда и поплывем в океан попробуем оттуда половить я скрафтила плотецкий теперь поплывем в океан типа и и попробуем половить рыбку там я себе сделала уже стульчик что было уже готово сесть и порыбачить и давайте проверим только наверное не слишком в глубину надо заплывать потому что я думаю так что наверное рыбка особо на глубинных местах водиться не будет там где акулы и дельфины плавают и так далее давайте вот подплывем куда-то сюда попробуем порыбачить отсюда ребятки вот мы слезли сели на деревянный стульчик возьмем нашу удочку и попробуем ее закинуть папа мы закинули нашу удочку и теперь подождем какую-нибудь рыбку если рыбка и сейчас не поймается ребят то я не знаю что делать крокодил не ловится не растет кокос что-то мне сегодня совсем не везет короче очень странно все это в океане не ловится и в речке не ловится может быть совсем часами надо сидеть вот как на настоящей рыбалке я надеюсь они не добавили эту часть реалистичности в игру ладно если удастся это сделать я тогда покажу это на сервере наверное уже с ларисой вместе и сейчас полетим с вами и поищем аллазавра кстати ребята мы с птером до этого поохотились и я вам хотела бы показать что с аргентами совпадают вот такие перышки выпадают а с мамонтов сало свежее сало принципе наверное это мод примите в плюс который должен принципе работать но короче очень странно и с одной стороны кажется что он работает с другой стороны оружие все там в инграмах на месте и я не вижу новых построек которые должны были в этом моде появиться с этим это дело я сейчас лечу к летающему острову там обычно находятся все хищники вокруг летающего острова пока емочки и я хочу найти может быть там аллазавра возможно судя по логике вещей здесь конечно же очень подтормаживает потому что вокруг пещеры вокруг очень много материала которую которые нужно загрузить игре и кстати не знаю говорила или нет когда я загружала игру она у меня вообще очень долго загружалась видимо очень много данных которому нужно компьютеру обработать и это достаточно долго происходит поэтому наверное на этой карте играть будет трудоемко для компьютера затратно очень и он будет немножечко подтормаживать и я не знаю как это будет с сервером обстоять в этом плане будет ли там вообще все тупить и можно будет жить только в маленьком домике чтобы тебя вообще оттуда не выкидывала каждые пять минут вот так выглядит дикий аллазавр такой злостный чудовище он сейчас за мной погнался я вела код чтобы животные не двигались и чтобы мы смогли его получше разглядеть у него такие лапки передние передние когти такие длинные достаточно чтобы рвать жертву видимо смотрите какой у него злостный взгляд вообще очень злостный взгляд если я сейчас дам им команду двигаться он не знаю разорвется здесь просто всех ребята за его за ним я охотилась очень долго я облетела три раза наверное или четыре этот летучий остров у меня уже голова ребятки закружилась реально и что-то если они очень хорошо чувствую после этих всех облетов перелетов и еще я слетала на вулкан и облетела еще остров около вулкана там я увидела трех гигантозавров огромных они всех там мочили трипали и так далее но аллазавра я там к сожалению не нашла я веду опять код чтобы все животные могли двигаться вот и вот так вот у нас бегает аллазавр просто по ненормальному он сейчас будет наверное на всех нападать и всех кушать такое злостное существо него такие большие зубы и такие когти я не знаю он двигается очень быстро он очень маневрен и ребятки если вам удастся приручить такое чудовище то возможно вам не будет равных потому что он изворотливее чем тирекс я думаю маневренее чем тирекс стопудово и я не кажется еще что он сильнее даже чем тирекс такой вообще животный вообще обалдеть он еще ребяткам что еще прыгать может что ли меня такое ощущение что он даже прыгать может эпическая битва носороги и аллазавры не носороги вообще ничего не могут против аллазавра смотрите какие они мощные а нет он его уложил носорог уложил аллазавра он уложил моего аллазавра маленького но приручать его все равно не хотела вообще хотя можно в принципе приручить и покататься вообще показать как на нем кататься я приручила 1 аллазавра с помощью мода давайте уберем чтобы нам не мешало не мешал интерфейс и покатаемся у него такая раскраска как будто он запеченный пирожок и такой классно у него раскраска очень так давайте проверим маневренность офигеть ничего себе как он быстро поворачивается на одном месте очень маневренный персонаж давайте попробуем на кого-нибудь напасть и посмотреть как он бежит круто ничего себе как он классно бегает ребятки мне нравится этот динозаврик так давайте на кого нападем вот на на мамонта у нас наверное раздерет честно кусочки но я судя по предыдущему опыту убийство аллазавра и не буду пробовать на носороге потому что носорог нас просто сожрет так аллазавр вроде бы бьет как-то не очень сильно ребята мне кажется мамонт нас убьет быстрее я не знаю почему мне так кажется все как же сложно ребята так как и у него стации нормальные у него 52 уровень он так заспавнился и ну стации так себе еда очень большая правда урон не такой большой и вес тоже не очень большой где-то 500 это не очень много вот он съел мамонта и у него появился появилась свежее сало да это конечно прикольно потому что в обычной игре этого сала нет насколько я помню вот либо это добавили с каким-то просто обновлением либо это с модом появилась ребят почему он когда бежит он высовывает язык вот так вот когда на shift нажимаю когда нормально идет он ротик закрывает блин у аллазавр конечно очень страшно выглядит прям очень страшно и седло наверное на него очень большое но мне не проверить потому что для его седла нужен верстак вот а я пока здесь в этом сохранении не построила ни домик и не верстак соответственно у меня ничего нет и показать вам светло не могу но я думаю что когда мы играть начнем на сервере вот и там достаточно разобьемся для всего этого вы там обязательно все увидите вот будет новая серия вас play of именно развитие с нуля вот я хочу какая у меня задумка очень давние не знаю получится мне или нет кстати я заметила что игра у меня потормаживает только у летающего острова на все остальные карте у меня все нормально поэтому я думаю что к летающему острову я особо подлетать не хочу потому что там невозможно летать просто хочу на нас нападаешь ладно мне мешает закончить серию и ой явка я формате камеры так сможет ли наш аллазавр нас защитить посмотрим защите пожалуйста нас я не хочу самодраться потому что я уже так устала кликать на мышку и так устала нажимать на клавиатуру за это время сейчас у меня запись идет час сорок пять минут на и как вы видите аллазавр достаточно слабый у него очень мало здоровья очень мало урона и его нужно сильно прокачивать как я поняла нам к сожалению аллазавр это оказывается не самые не самый крутой когда я установила себе мод на новых динозавров как бы переделанных вот увеличенных уменьшенных и так далее и там был этот аллазавр он просто на куски всех разрывал с укуса бронтозавра убил со второго укуса то там было тирекса сожрал короче я подумала что тогда что аллазавр это самый такой сильный мощный чувак чуть ли не родственники гантозавру моем понимании но тут смотрите он один аллазавр уступил носорогу а второй волку я не знаю может из-за того что он прирученный потому что так бывает что дикие динозавры они сильнее намного чем прирученные я не знаю почему так ох ребята очень сложно найти такое место что просто встать и поговорить с вами спокойненько чтобы никто не нападал а никто не мешал то дикие вот эти птицы то насекомые постоянно пытаются нас сожрать очень опасное здесь место конечно надеюсь вам за обзорчик оказался полезным я тут показала не все постройки вы увидите уже в летсплеях я надеюсь что нам удастся все это воплотить жизнь и вам показать будет очень интересно я думаю но лично мне очень интересно поиграть и я очень хочу начать серию летсплеев именно на карте центр потому что я карту саму по себе обожаю а тут еще леса появились добавились то вообще супер-пупер круто смотрите какой неоновый птеранодончик красивый зеленючий очень крутой а пока пожелаю вам всего доброго ребятки и до следующих встреч он меня подвинул пока